По погоде вроде солнечно так, ясно, красиво Но не сказать бы, чтобы нам в зимней одежде Ну не сказать, чтобы самый теплый Ну такой средний, было бы жарко То есть раздеться вообще не хочется Такой вот райончик здесь Церкви, новостройки, стоянка такси Нормальная компания собралась Mitsubishi Clips, Ford Mustang и Moskvich Реально, вот здесь три этажа машин Плюс подземка, плюс еще там стоят машины По-моему там 2000 машин бэушных просто стоит здесь Но блин, не знаю на каком авторынке 2000 Мне кажется на всей зеленке столько нет машин Сколько вот здесь на МКАДе Вот просто в одном из автосалонов И вот здесь у нас стоянка самых простых машин народных Ну как простых, тут есть и по 800 тысяч, и по 700 Ну вот здесь-то мы и посмотрим Какие цены, какое состояние конкретных экземпляров Ну вот например, Suzuki Leano 2005 год, 133 тысячи пробег Хорошая цена 408 тысяч рублей Бывали у меня такие 1.6, хэтчбэк, полный привод Помнится в районе 200, чуть меньше они у меня заезжали И где-то 330 на выходе Как говорится Но состояние Вот передний бампер у них всегда страдает Но не так, не так у меня был конечно пострадавший Мне как-то везло Штуки три таких у меня было Машины Тут конечно вообще жесть 408 тысяч рублей Ё-моё Я просто офигеваю Шпака треснутая Ржавчина Бамперу пипец Я понимаю, что цены выросли Но как бы это, фара вот Сколота Здесь ржавчина Салон, ну явно не 130 тысяч Скрученный, перекрученный Смотрим, может сзади что-то лучше Но сзади тоже Шпаклевка треснута Вот можно слой без толщиномера смотреть Шпаклевки Да, вариантец так себе Вон чья-то краска здесь На крышке багажника тоже скол Это фара покоцана Бампер тоже С небольшими повреждениями Вот зазорчик присутствует На крыле тоже Шоркнутости Ну короче, крыша целая Вот такая вот жесть 408 тысяч Почему? Как? Зачем? Реально в Москву Надо гонять тачки уже Вот Mitsubishi Outlander 272 тысячи пробег Восьмой год Вариатор Вот смотрим 4 хозяина 2,4 полный привод А, ну и цена 735 тысяч рублей Тоже с бампером С бампером есть проблемы Крыло, по-моему, вот это Крашеное Но это еще Ничего страшного Спасибо, как говорится Что крашеное Салон Ё-моё Я ведь в этом автосалоне Покупал Машины И нормально Вот Suzuki Я там покупал И Honda CR-V В таком же салоне Покупал Было выгодно Здесь вот ржавчина Что случилось С ценами? Бампер Тоже Что-то не хватает Ну под низ Можно посмотреть Паркоп присутствует Здесь вот у них Наверное болячка Такая здесь Что ржавчина ползет Охренеть Ё-моё А за что такие бабки-то просят? Здесь вот тоже ржавчина Везде ползет Это все окрас, я думаю, был Некачественный Может даже здесь Что-то видно будет Вот куски Этой машины лежат Да, руль Отдельной похвалы Заслуживает здесь А, ну и с этой стороны Бампер передний Тоже съехал Съехал немного Вот девяточка Пока не это Не в продаже Маслецо видно капает Вот это Сузуки Гранд Витара 12-го года С пробегом 180 тысяч Миллион сто Миллион сто Два хозяина Двенадцатый год Вот 2.4 Полный привод Миллион сто Вот такой автомобиль Тоже есть изъяны Мелкие притертости Такие вот царапины До грунта Ну здесь руль Ну здесь руль Красивый Вон какой Тряпочный салон На крыле Тоже небольшие нюансы То есть нужно при просмотре фотографий Тщательно их увеличивать Чтобы рассматривать все вот эти недостатки А номер интересно Вот так по закону Что он закрыт так всем И запаской И фаркопом Ну вроде видно Вот Volkswagen Пола на механике 163 тысячи пробег Одиннадцатый год Цена 478 Два хозяина 478 тысяч стоит машина На задней двери Небольшие есть Огрехи На крыле подкрашено Подтыканное Подтампоненное Да я не побоюсь этого слова Салончик Ну достаточно аккуратно салон Барабашки С фирменным Московским налетом На бампере Котский Ну это мелочи Конечно жизни Камера он есть Заднего вида А что-то номеров нету На машине Да А что-то номеров нету Наверное Санитарь регистрация Вот такой Фольц бодрый Прям бодрые Тапки у него Офигенные Все колеса Ну диски конечно Подкоцанные Уже крашеные 225 на 40 На 18 Для гольфа Это очень большие Колеса Камера с Алиэкспресса Вот такой вот красопед Но он видно Недавно заехал Еще пылью не покрылся Это у нас Шестого года Гольф 169 тысяч Пробег 488 тысяч Хорошая цена Год выпуска Шестой 1.6 Бензин Автомат Передний привод Штамповка новая А Четвертого колеса Нету Тут вот маленькие Жучки Уже ползут Да и тут В принципе Тоже Ну и по уголкам Есть тоже Моменты В общем Такой Фольк Колеса Красивые Три колеса Ну вот такой Хюндай Солярис Получается 479 тысяч Рублей 16-й год 277 тысяч Пробег 1.4 Механика Ну соответственно Передний привод Это видимо Пленка Такси Желтая Вот в таком Вот состоянии Все это Находится Удручающим Кожаные чехлы Механика Все дела Ну это бочина Получше В принципе Немножко Вот этот Хюндай Сантафе 489 тысяч Чтоит Пятый год 156 тысяч Пробег 2.4 Механика Полный привод Ну состояние По кузову Я скажу Неплохое И тут Я так понял Надо смотреть Он запаленный Надо смотреть Не запаленные Эти Экземпляры Они более свежие И они более Это Ну не застоявшиеся Сейчас Вот допустим Лексус 99й год 459 тысяч Пробег Блин В тот момент Когда перестали Крутить пробеги Это конечно жесть Эти цифры Они просто Поражают 907 тысяч Рублей Такой вот Лексус 4.7 Автомат Ну понятно Полный привод Как всегда Конечно Крашенных элементов Я думаю Здесь дофига Так внутри Ржавенько Но более-менее Все равно Прилично Какие-то вот Мелочи Есть такие Ну да Конечно Там Крашено Одним стилем Здесь Крашено Другим Стилем Вон рычаги Меняли Верхний рычаг Винкот Вон на месте Ой Салончик Конечно Да Порванный Водительское сидение И что-то Ремень безопасности Там пострадал Какой-то Потрепанный Это Москва Она даже Раму И Лексус Съедает Вот До такого состояния Ну Здесь еще Не страшно Не страшно Даже здесь Вот буквально 5 минут назад Пострашнее Видели варианты Ну да Крашено Разными стилями В разное время Я так понимаю Вот такой Лексус Ну 900 тысяч Ну хоть Блин Не миллион Более-менее цена А вот Народный Советский Кроссовер Chevrolet Niva Пятый год 72 тысячи Пробег Один хозяин Ну понятно Механика Полный привод Как обычно Наш Отечественный Автомобиль Какие-то Есть Да Потертости Но 73 тысячи Пробег Если Он Верный Это конечно Мало Ох Ё-моё Ну что-то Водительская Сидушка Это вообще В хламе Ну-ка А снизу Что там Посмотрим Здесь вот Тоже Уже Уже За битумом Закрашивали Трескается Ржавеет Все Да И здесь Тоже Есть Нюансы Ну блин Вроде Денег Немало Стоит Денег Стоит Немало А вот Эти все Моменты Они Конечно Удручают Немного Вот Резина Хорошая Резина Прям Резину Лайк Все Белые Буковки Божья Коровка Вот Все На месте Резина Радует Но Все Остальное Конечно Конечно Это Жесть Ну вот Народные Машины Мы С вами Посмотрели Офигеть Какой Экземпляр 9 9 979 Стоит Сколько Хозяев Один Хозяин 94 Тысяча Пробег Тривод Литра Автомат Задний Привод Вот Аппарат У него Крышка Здесь Какая-то Колеса Английские Таких шин На авито Даже Не купишь Наверное Офигеть Окна Не открывать Пока Там Снизу Это Менеджеры Вызывает Наверное Колока Вот Такой Сид 2017 Года 78 Тысяч Километров Пробег Стоит Миллион Двести Семьдесят Так Робот 1.6 Автомат Передний Привод Один Владелец Здесь Нифига Не видно Наверное Будет Ну Машина В общем Нормальная Одобрена Но Цена Миллион Двести Ну Это Жесть Ну Реально Никуда Такого Ни Цены Я Просто Офигеваю Ну А вот Этот Мэри Для интереса Посмотрим Р-класс Седьмой год 180 тысяч Пробег 689 тысяч Десять владельцев Всего лишь Три с половиной литра Автомат Полный привод Ну Вот так Вот Такой Непопулярный Экземпляр Мерседеса В общем Почему-то Невыгодно Стало В этом Автосалоне Очень сильно Подняли цены Очень Ну И надеюсь Покупают у людей Они тоже Так же По более Высоким ценам То есть Здесь даже Ну вот Субарь был Оранжевый Но его забрали быстро Ну и то там 300 тысяч Километров Пробег Весь Коцанный Почти в круг Не знаю Не знаю Даже Сыну Мне Испугался Поэтому Что будем Искать У нас Остается Всего Лишь Два Дня Чтобы Комфортно Доехать К концу Каникул Да Тут Сразу Тачки Ремонтируют Такую Стакаду Я первый Раз Жесткую Вижу Бетонную Там Под ней На одеяле Еще Лежать И Таксишки Сразу Ремонтирую Сурово Сурово Дегустируем Череповецкие Трубочки Со сгущенкой Да Ну как Отлично Значит Смотреть Тачку В Подмосковье Ну Вариант Надо Прямо Брать Машину Какая бы Она не была Просто Торговаться И брать Потому что Пора Ехать Как Назло Испортилась Погода Конечно Смотреть Машину В дождь Это Самое Последнее Дело У нас Выхода Нет Надеюсь Можем Кончиться Там Машина Старая 2003 Года Но Есть Один Плюс Сейчас Как В первую Чудень Машину Покупаешь Автотеку Автотека Там Более Чем Живая Вроде Четыре Хозяина Но По факту Я так План Один ПТС Родная Да Я тоже Надеюсь Машину Возьмем И Сегодня Уже Выдвинемся Ну что На самолете Покатались Сейчас На электричке Покатаемся Да На поезде Время Привет Еще Тоже Покатаемся Ну вот Мы приехали На станцию Софрина По машине Видел Видосы Видел Как он Ее Купил Он Там Приводил Ее В чувство Машина Пять лет Стояла Видел Два Видоса До И После Подготовки К продаже Опять же В первую очередь Сейчас Что покупают Вообще Что делают Люди Если раньше Определенные Там машины Покупали И никого Ничего не Смущало То сейчас Вот эта Автотека Она всех Смущает И В первую очередь Конечно Привлекаешь Автотека Ну что Цена Нормальная Ну и в принципе Человек Еще готов Подоговаться Но опять же Запас Не огромный В Новосибирском Не так Как раньше Было Но учитывая То что В основном Машины Сейчас Вообще Продаются Как по цене Новосибирска А то и дороже И люди Уже Как я и говорил Хвастаются Что они Пригнали машину Из Новосибирска В объявлении То Я не знаю Я думаю Следующие Свои машины Я буду В Москве Выставлять Пробовать В Москву Гонять Пробовать буду Дем Кому это Памятник Чей памятник Не знаю Ты не знаешь Кому это Памятник Но у нас В Новосибирске В центре Кому памятник Стоит Не помню Не помнишь Что-то ждем Все нету Нету Плохой признак Вот так Когда человек Ну ты едешь К нему Можно сказать Издалека А он Ну Он как бы Говорит Ладно Позже подъеду Через 5 минут Плохой признак Я имею ввиду Что скорее всего И машина Будет Так себе То есть Слова Когда с делами Расходятся Я об этом Да Вспоминаю Покупку машин Во Владивостоке Там конечно Поудобнее На авторынке Ходить Выбирать Здесь приехал Блин Час ехал На электричке И еще И человек Не это Не приезжает Приедет Нет Непонятно Вообще Недоступен был И у нас То время Поджимает Нам Завтра Если мы Не купим Машину Все Мы покупаем Билеты На самолет Если завтра Мы купим Машину Крайний день Это у нас Мы даже Не то что Страну Там посмотреть Не посмотреть Мы просто Галопом По Европам Надо будет ехать Три дня Потому что С ночевками Это дорога Москва-Новосибирск Так что Надежда Большая На эту Сузуки С погодой Конечно Мне не повезло А что На нем Гоняли Да Едем Рабочую Катаемся Можно Работать Отлично До железа Надеюсь Нет На склейке Да Надеюсь Здесь не хватает Наклейки Да Там Там Где Назведь Почему Было Еще Страшнее Здесь Да Было На Видео Показано Было А ты На нем Ездишь Что Или Это Красили Здесь На Плыв Получается Вот Это Чисто Под Переход Соответственно Здесь Банк А то есть Пластик Красили На Крыловый Переход Сделали Да Потому Это Первомутр Его Никак Нельзя В Тругом Покрасить Ну Эту Часть Отдельно Не Она Не Будет Цвет Она Будет Совсем Разный Два Цвет Здесь Что Прям На Скол Покрасили Да Багажник Прикольный Багажник Да Вбок Открывается Видишь Три Ряда Сидений Для Нас Это Самый Раз Ну Блин Что-то Я Если Честно Не В В В В В В В В В Я Думал Тут Все Сделано Такие Моменты Нестали Как На Двух Машинах Сразу Сгоняешь На Той И На Этой Моя Эта Чисто Так Моя Сюда Сюда Синя А Заведи Колеса красили Да Колеса тоже Не зашорканы Да Работы здесь Дофига Рожачих Много Не самый лучший Зарянт Так Че тут у нас Аирбэк АБС Повер Че за повер 130 миль Здесь Миля А он Дублируется Км в час Синим Видишь 200 км в час А это Это че за синий Патрубок У него радиатор Меняли Получается Правая рука А вот этот Патрубок Радиатор Радиатор Другой Видишь У него две Пропки Ага Это Спрульки Потому что И соответственно У него Идет теперь Больше Объем Короче У него должен Там Патрубок Стать А у него Здесь Блин Ну тут Че-то Вообще Это Конечно Жесть Съел Его И Течет Вот здесь Что-то Да Это То-что Здесь Снимали Течет А рейка Сама Да Подтекает Ага Понятно Это Знаешь За что Дозор Мы Вот Его Открывали Мне кажется 380 Что тебе Говорили Это Самое То Ну Литов Блин Я думал Здесь Реально Подготовлен Ага Вон Номер Рамок Вроде Читается Она Под низом И по Технике Такая Бодрая Похудая Но Его Ничего Не берет А Она Как Стоит Она 150 Но Она На Конец Такие Вот Они Прям Соединивают В Хлам Нет Такие У нас Очень Запугар У нас Какие Говоришь Получается Он не очень Задний Привод Ну да Я знаю У меня была Такая машина У меня С рычажком Была Такая С рычажком Привод Вообще Она должна Здесь Показывать Ну вот Поставь 4L Не реагирует Что-то Вообще Не реагирует Даже В нейтралку Не ставит Не Не Роздатку В нейтралку Не ставит Не работает Да Эта система Я не проверял Не знаю Я на нем Видишь Как здесь По местности Матаюсь Что довезешь До электрички Короче Раздатка Не работает Ну и по Внешке Я думал Там совсем По другому Конечно Ну в гаражах Тоже делают Как бы нормально Не Не фортануло Не получилось Короче Жесть Просидели Весь день Вообще В KFC Просто Весь день Демид Попал Вообще Конкретно В оборот То есть Конкретно Как я всегда Искал машины Просидел На объявлениях Прохлил Блин Все И Вроде бы Как нашел Отличный вариант В Череповце Суббар Ваутбек Черный На черной коже За недорого Один хозяин Договорился Даже сняли объявление Взял билеты Правда пока До Вологды Там уже Как-то будем Дальше добираться Там краснее? В Вологде Ну Я думаю Да Точно? Да Посмотрим А то в Вологде Вдруг Вороны Будет летать У вас Метюби Силансер Да? Ну все Спасибо До вечера Забронировали Блаблакар 9 часов Короче На всем покатаемся И на поезде И на блаблакар И на самолете Полетали Оба Все Заканайся Все Скажи Вон Москва Пока 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 Демид первый раз Скарабкается Кто плохо себя ведет Там Там и едет Так что Смотри Я в армию ехал Когда падал Оттуда С боковой Вологда Встречает Дождливая погода Идем Застегивайся Давай Дождь Нам не дал Прогуляться По городу Приходится ехать На автобусе А так Вы 2,5 километра С тобой Прогулялись Спасибо Дождь Итак Мы уже В Череповце На автовокзале Блин Противный дождь От нас С Москвы Преследует Вот гостевой дом На Любецкой Сегодня будем Здесь жить И папа Тебе повезло Здесь приставки Нету Да Приставки Нету Значит Будем Оффлайне Жить Он хочет Забодать Вот эту штуку Звонок Довольный Да какой Довольный Кошара Ладно Пойдем Кошара 9 лет Я могу Кухня Пустую Никого нет Да Нормально Сейчас Здесь Чаеки Заварим Спасибо Продолжение следует...